здравствуйте сегодня у нас уже 11 декабря в этом видео вы увидите как пользователь сейчас забыл так сейчас секундочку так пользователь александр москвин так попросил пройти от улицы ушакова до столовой юность на павлова сейчас собственно вы это увидите и в конце еще какой-то другой пользователь попросил проезд очень так вот же до лазаревской без ускоренной записи вы увидите после того как я пройдусь от ушакова до столовой юность на на павлова совсем недалеко в принципе увидите проезд сейчас я еду на электричку от чимитаквайджи станция ввс потом волконка потом слоняки лазаревская можете посмотреть в окно я постараюсь сесть рядом с окном и вы это увидите в реальном времени 15 минут сколько ехать на электричке давайте смотреть видео ведется на панорамную камеру 360 градусов можете смотреть во все стороны вверх вниз влево вправо на мобильном устройстве можете управлять гироскопом если эта функция у вас не поддерживается то просто вводите по экрану пальчиком и видео прокручивается во все стороны если смотрите на компьютере то также зажимаете левую кнопку мыши и вращаете видео вращается во все стороны для наилучшей четкости изображения в ютюбе ставим настройках ютюба ставим 4к и видео будет максимально четкая которая поддерживает youtube для панорамных камер 360 градусов так ну вот я добрался до улицы ушакова вот это прекрасная улица метров 200 и она упирается в море по ней кстати когда-то ходил теперь мы по от улицы ушакова пойдем к столовой юность на павлова я правда не знаю как там все эти столовые называются там ориентировочный адрес павлова 32 это все у нас за вокзальном районе вы сейчас видите слева железную дорогу где у нас идет один путь железной дороги центре лазаревской сейчас мы проходим подходим к стадиону авангард что хотел сказать это у нас за вокзальный район за вокзальный хорошим ну как в хорошем смысле от железной дороги к морю тут у нас ничего не препятствует этому району все дома частные которые здесь построены ничего не препятствует для прохода к морю все если вы будете снимать в лазаревское жилье за железной дорогой за улице лазарева то у нас стоят везде светофоры которые ориентировочно около пяти минут горит красный 20 секунд горит зеленый свет чтобы перейти где бы вы не жили как близко от моря но со стороны дальше жизнь на дороге со стороны лазарева перейти вам дорогу все время учитывайте что вы будете на светофоре стоять более больше десяти минут но 5 минут стоять 20 секунд переходить вам пять минут на море пойти и пять минут с моря пойти тоже вы каждый день будете смотреть только на этом светофоре около десяти минут в день если туда обратно считать если вы один раз на море ходите а если и два раза умаети уходите то на каждом на чтобы перейти дорогу будете стоять около 20 минут в день, чтобы перейти дорогу. Сейчас я вам покажу стадион Авангард. Так. Вот такой вот у нас отличный стадион Авангард. Вы посмотрели, молодежь едет. В парке у нас есть какая-то специальная площадка, где люди катаются, молодежь катается на чем? Ну, на самокатах или на велосипедах она катается. Ролики что-то у нас не так сильно развиты. Также вот мы пришли к улице Спортивного. Идем по улице Адуевского. Улица Спортивная тоже делал обзор летом. Если вам это было интересно, можете посмотреть моих видео. Есть также обзор улицы Спортивная. К морю я иду. Также вот мы еще идем по улице Адуевского. Сейчас мы подходим потихоньку к комплексу Спортивному комплексу Орбита. Здесь у нас летом, ну, летом, когда в теплое время года занимаются теннисом. Тут же у нас волейбол, баскетбол, мини-футбол и тренажерный зал. Все можно здесь, в спортивном комплексе. У нас сейчас мы на него зайдем. Вот собаки гавкают. Почему-то сейчас не гавкают. Пахнет жмыхом. Кто-то тут делает вино. Как-то прям аж пахнуло от забора. Так, сейчас вот вы видите ворота спортивного комплекса Орбита. Если вы занимаетесь спортом, ну, летом, спортом или теннисом, то также можно здесь и в поле аварийную взять, позаниматься без проблем. Зачем, когда у них теплое время года, они занимаются на орбите. Но наш сейчас тренер уехал в Москву, и мы предложили, ей предложили работать в Москве. Наверное, она согласилась, и сейчас мы после Нового года поменяем себе, привозьмем к другому тренеру, пойдем. Итак, мы уже почти подошли к улице Павлова. Буквально через 50 метров мы окажемся в данной точке и увидим Юность. Юность. Так, Юность, это у нас написали адрес. Вы, если хотите сделать какой-либо обзор от какого-то места, не пишите название, а пишите непосредственно улицу и адрес, потому что такая, такое, как столовая Юность, я на Яндексе Лазаревской не нашел. Попросил, вы написали там адрес, 32 дробь, что-то там, сейчас мы это сами с вами и увидим. Итак, даже видно слева здание, на котором стоят сотовые антенны, вышки. Это у нас дом быта. Вот вы видите также переход слева, переход через улицу Лазарево, надземный переход. Вот в этом месте у нас сколько? Возле жидовокзала есть надземный переход, где не нужно ждать светофора. И в центре, там, где дом быта, там тоже у нас надземный пешеходный переход. во всех других местах нужно ждать светофор, чтобы пройти улицу Лазарево. Опять же, нужно ждать около пяти минут, чтобы дождаться своего красного цвета. Итак, сейчас мы куда мы пришли? Так, это центральная. Ага, столовая центральная. Где-то здесь, наверное, будет юность. юность. Ну, на самом деле, тут все уже закрыто. Чебуречная свежая выпечка. Какой-то у нас адрес. Надеемся, что это у нас будет юность. Вот она, юность. Вот мы пришли к столовой юности. Свежая выпечка, чебуречная столовая. Сейчас же работает и в зимнее время. Также по этой улице мы гуляли, ходили до моря. А цель наша выполнена. Давайте, сейчас появится видео, как я еду из Чимитакваджи до Лазарьска. Вы посмотрите, какая великолепная погода. И если же такая же погода будет завтра, то мы пойдем на рыбалку и она у нас удастся. Главное, чтобы погода была завтра такая же, как и сегодня. Смотрим, как я еду на электричке. Все, что, как я еду, как я еду. Так, как я еду. Я еду, как я еду. Я еду. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Болгонская Борging is finished The train is departing The next stop is The next stop is The next stop is The next stop is Субтитры сделал DimaTorzok 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 Посадка окончена, поезд отправляется Следующая остановка – Солоники Boarding is finished, the train is departing The next stop is Soloniki DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Уважаемые пассажиры, с учетом сохраняющейся угрозы проведения диверсионных террористических актов на транспорте, Просим вас обращать внимание, наставленные сумки, пакеты и прочие бесхозные предметы. Не проверяйте содержимое таких предметов, не трогать и не перемещать их. Об их обнаружении незамедлительно сообщать работникам поездной или локомотивной бригады. Благодарим за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уважаемые пассажиры, будьте внимательны и не забывайте свои вещи в вагоне. Мы прибываем на станцию Лазаревская. Продолжение следует... 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 Вот сколько разных шаров у нас будет украшать эту елку в 2020 году на центральной площади перед центром национальных культур.